Моей жене Наталье Викторовне посвящается. Введение. О чем пойдет речь и почему сие важно, в котором обосновывается необходимость этнологии и излагается взгляд автора на этногенез без аргументации, коей посвящена остальная часть трактата, где автор поведет читателя через лабиринт противоречий. Боязнь разочарования Когда читатель нашего времени покупает и открывает новую книгу по истории или этнографии, но не уверен, что прочтет ее даже до середины, книга может показаться ему скучной, бессмысленной или просто не отвечающей его вкусу. Но читателю-то еще хорошо, он просто потерял 2-3 рубля. А каково автору? Сборы сведений, постановка задачи, десятилетия поисков решения, годы за письменным столом, объяснения с рецензентами, борьба с редактором. И вдруг все впустую, книга неинтересна. Она лежит в библиотеках, ее никто не берет. Значит, жизнь прошла даром. Это так страшно, что необходимо принять все меры для избежания такого результата. Но какие? За время обучения в университете и в аспирантуре будущему автору нередко внушается мысль, что его задача – выписать как можно больше цитат из источников, сложить их в каком-либо порядке и сделать вывод. В древности были рабовладельцы и рабы. Рабовладельцы были плохие, но им было хорошо. Рабы были хорошие, но им было плохо. А крестьянам жилось хуже. Все это, конечно, правильно, но вот беда. Читать про это никто не хочет, даже сам автор. Во-первых, потому что это и так известно, а во-вторых, потому что это не объясняет, например, почему одни армии одерживали победы, а другие терпели поражение. И отчего одни страны усиливались, а другие слабели. И, наконец, почему возникали могучие этносы и куда они пропадали, хотя полного вымирания их членов заведомо не было. Все перечисленные вопросы всецело относятся к избранной нами теме – внезапному усилению того или иного народа и последующему его исчезновению. Яркий пример тому – монголы XII-XVII веков, но и другие народы подчинялись той же закономерности. Покойный академик Владимирцев четко сформулировал проблему «Я хочу понять, как и почему все это произошло». Но ответа не дал, как и другие исследователи. Но мы снова и снова возвращаемся к этому сюжету, твердо веруя, что читатель не закроет книгу на второй странице. Совершенно ясно, что для решения поставленной задачи мы должны прежде всего исследовать саму методику исследования. В противном случае эта задача была бы уже давно решена, потому что количество фактов столь многочислено, что речь идет не об их пополнении, а об отборе тех, которые имеют отношение к делу. Даже современники-летописцы тонули в море информации, что не приближало их к пониманию проблемы. За последние века много сведений добыли археологи. Летописи собраны, изданы и сопровождены комментариями. А востоковеды еще увеличили запас знаний, кондифицируя разноязычные источники – китайские, персидские, латинские, греческие, армянские и арабские. Количество сведений росло, но в новое качество не переходило. По-прежнему оставалось неясным, каким образом маленькое племя иногда оказывалось гегемоном полумира. Затем увеличивалось в числе, а потом исчезало. Автор данной книги поставил вопрос о степени нашего знания, а точнее незнания предмета, которому исследование посвящено. То, что на первый взгляд просто и легко, при попытках овладеть сюжетами, интересующими читателя, превращается в загадку. Поэтому обстоятельную книгу писать надо. К сожалению, мы не можем сразу предложить точные дефиниции, которые, вообще говоря, весьма облегчают исследования. Но, по крайней мере, мы имеем возможность сделать первичные обобщения. Пусть даже они не исчерпают всей сложности проблемы, но в первом приближении позволят получить результаты, вполне пригодные для интерпретации этнической истории, которую еще предстоит написать. Ну, а если найдется привередливый рецензент, который потребует дать в начале книги четкое определение понятия этнос, то можно сказать так. Этнос – феномен биосферы, или системная целостность дискретного типа, работающая на геобиохимической энергии живого вещества, в согласии с принципом второго начала термодинамики, что подтверждается диахронической хронологией исторических событий. Если этого достаточно для понимания, то можно не читать книгу дальше. Этносы как форма существования вида Homo sapiens Больше ста лет ведутся дискуссии, изменяется ли биологический вид Homo sapiens, или социальной закономерностью полностью вытеснили механизм действия видообразующих факторов. Общей для человека и всех других живых существ является необходимость обмениваться со средой, веществом и энергией, но отличается он от них тем, что почти все необходимые для него средства существования вынужден добывать трудом, взаимодействуя с природой не только как биологическое, но прежде всего как социальное существо. Условия и средства, производительные силы и соответствующие им производственные отношения непрерывно развиваются. Закономерности этого развития исследуются марксистской политической экономии и социологии. Однако социальные закономерности развития человечества не отменяют действия закономерностей биологических, в частности мутаций, и исследовать их необходимо, дабы избежать теоретической однородности и практического вреда, которые мы наносим сами себе, игнорируя или сознательно отрицая нашу подчиненность не только социальным, но и более общим закономерностям развития. СНОСКА В лице современного человека процесс биологической эволюции создал обладателя таких видовых свойств, которые привели к затуханию дальнейшей эволюции. Рогинский, Левин. Основы антропологии. Москва. 1955 год. Страница 314. Отсутствие естественного отбора было равносильно прекращению действия одного из факторов эволюции, и биологическая эволюция человека должна была остановиться. Быстров. Прошлое, настоящее, будущее человека. Ленинград. 1957 год. Страница 299. Дебец. О некоторых направлениях изменений в строении человека современного вида. Советская этнография. 1961 год. Номер 2. Страница 16. Конец СНОСКИ. Методологически начать такое исследование можно, исходя из преднамеренного отвлечения от конкретных способов производства. Такая абстракция представляется оправданной, в частности потому, что характер этногенеза существенно отличается от ритмов развития социальной истории человечества. При таком способе рассмотрения, как мы надеемся, яснее станут контуры механизма взаимодействия человечества с природой. Как бы ни была развита техника, все необходимое для поддержания жизни люди получают из природы. Значит, они входят в трофическую цепь, как верхнее, завершающее звено биоценоза населяемого ими региона. А коль скоро так, то они являются элементами структурно-системных целостностей, включающих в себя наряду с людьми доместикаты, домашние животные и культурные растения, ландшафты, как преобразованные человеком, так и девственные, богатство недр, взаимоотношения с соседями, либо дружеские, либо враждебные, ту или иную динамику социального развития, а также то или иное сочетание языков от одного до нескольких и элементов материальной и духовной культуры. Эту динамическую систему можно назвать этноценозом. Она возникает и рассыпается в историческом времени, оставляя после себя памятники человеческой деятельности, лишенные саморазвития и способные только разрушаться, и этнические реликты, достигшие фазы гомеостаза. Но каждый процесс этногенеза оставляет на теле земной поверхности неизгладимые следы, благодаря которым возможно установление общего характера закономерности этнической истории. И теперь, когда спасение природы от разрушительных антропогенных воздействий стало главной проблемой науки, необходимо уяснить, какие стороны деятельности человека были губительны для ландшафтов, вмещающих этносы. Ведь разрушение природы с гибельными последствиями для людей – беда не только нашего времени. И оно не всегда сопряжено с развитием культуры, а также с ростом населения. Ставя вопрос о взаимодействии двух форм закономерного развития, необходимо условиться об аспекте. Речь может идти либо о развитии биосферы в связи с деятельностью человека, либо о развитии человечества в связи с остановлением природной среды – биосферы и костного вещества, составляющего другие оболочки Земли – литосферу и тропосферу. Взаимодействие человечества с природой постоянно, но крайне вариабельно и в пространстве, и во времени. Однако за видимым разнообразием кроется единый принцип, характерный для всех наблюдаемых феноменов. Поэтому поставим вопрос так. Природа Земли весьма разнообразна. Человечество, в отличие от прочих видов млекопитающих, тоже разнообразно, ибо человек не имеет природного ареала, а распространен, начиная с верхнего палеолита по всей суше планеты. Адаптивные способности человека на порядок больше, чем у прочих животных. Значит, в разных географических регионах и в разные эпохи люди и природные комплексы, ландшафты и геобиоценозы взаимодействуют по-разному. Сам по себе этот вывод бесперспективен, так как калейдоскоп не поддается исследованию. Но попробуем внести в проблему классификацию, и все будет по-иному. Между закономерностями природы и социальной формой движения материи существует постоянная корреляция. Но каков ее механизм? И где точка соприкосновения природы и общества? А эта точка есть, иначе не возникло бы вопроса об охране природы от человека. Колесник предложил разделить географию на Первое. Экономическую, исследующую творение людей. И второе. Физическую, изучающую природные оболочки Земли, в том числе биосферу. Сноска. Колесник. Первое. Некоторые итоги новой дискуссии о единой географии. Известие ВГО. 1965 год. Номер 3. Страницы. 209-221. Второе. Несколько слов о географической среде. Тоже издание. 1966 год. Номер 3. Страницы. 247-248. Третье. Проблемы географической среды. Вести Ленинградского университета. 1968 год. Номер 12. Четвертое. Общие географические закономерности Земли. Москва. 1970 год. Конец сноски. Очень разумное деление. Природа творит то, чего мы творить не можем. Горы и реки, леса и степи. Новые виды животных и растений. А люди строят дома, сооружают машины, ваяют статуи и пишут трактаты. Природа этого делать не может. Есть ли между творениями природы и человека принципиальная разница? Да. Элементы природы переходят друг в друга. Этот камень рычал когда-то. Этот плющ парил в облаках. Природа живет вечно, набухая той энергией, которую получает от Солнца и звезд нашей галактики и радиораспада в глубинах нашей планеты. Биосфера планеты Земля побеждает мировую энтропию путем биогенной миграции атомов, стремящихся к расширению. Сноска. Вернацкий. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. Москва. 1965 год. Страницы 283-285. Конец сноски. И наоборот, предметы, созданные человеком, могут или сохраняться, или разрушаться. Пирамиды стоят долго. Эйфелева башня так долго не простоит. Но ни вечно ни те, ни другая. В этом принципиальная разница между биосферой и техносферой, какие бы грандиозные размеры, последняя не приобрела. Предмет исследования. Обозрение современного состояния науки об этносе должно повергнуть читателя в недоумение. Все пишущие на эту тему авторы, в том числе этнографы, по существу подменяют подлинные этнологические характеристики профессиональными, сословными и так далее, что по существу равнозначно отрицанию этноса как реальности. Засуществование этноса говорит только то, что он непосредственно ощущается людьми как явление, феномен. Но ведь это не доказательство. Поэт сказал, и день и ночь пред нами солнце ходит, однако прав упрямый Галилей. И действительно, у этнолога есть некоторые основания для пессимизма, кажущиеся на первый взгляд непреодолимыми. Этнология – это рождающаяся наука. Потребность в ней возникла лишь во второй половине XX века, когда выяснилось, что простое накопление этнографических собраний и наблюдений грозит тем, что наука, не ставящая проблем, превратится в бессмысленное коллекционерство. И вот возникли на наших глазах обществоведение и этнология – две дисциплины, интересующиеся одним, на первый взгляд, предметом – человечеством, но в совершенно разных аспектах. И это закономерно. Каждый человек одновременно – член социума и член этноса. А это далеко не одно и то же. Равным образом, этнология, как наука, требует определения. Скажем пока так, что этнология – это наука об импульсах поведения этнических коллективов, подобная этологии – науке о поведении животных. Импульсы могут быть сознательными и эмоциональными, диктоваться личной волей индивида, традиции, принудительным воздействием коллектива, влиянием внешней обстановки, географической среды и даже спонтанным развитием, поступательным ходом истории. Для того, чтобы разобраться в столь сложном вопросе, нужна соответствующая методика. Методика может быть либо традиционной методикой гуманитарных наук, либо естественно-научной. Какую же следует выбрать для успешного преодоления трудностей, возникающих перед ученым, взявшимся за совершенно новую область науки? Прежде всего уточним понятие «гуманитарные науки». В средние века в христианском мире единственным абсолютно авторитетным источником научной информации были две книги – «Библия» и «Сочинение Аристотеля». Наука сводилась к комментированию цитат, которые нужно было приводить точно, потому что безграмотные ересиархи часто выдумывали якобы цитируемые изречения пророков Христа и Аристотеля. Отсюда возникла система ссылок на текст, удержавшийся до настоящего времени. Эта ступень науки называлась схоластикой, и к XV веку она перестала удовлетворять ученых. Тогда был расширен круг источников, привлекались сочинения других древних авторов, тексты которых нуждались в проверке. Так возникла гуманитарная, то есть человеческая, а не божественная наука, филология, отличающаяся от схоластики критическим подходом к текстам. Но как тут, так и там, источник был один и тот же – чужие слова. После эпохи Возрождения крупные натуралисты противопоставили гуманитарным способом получения информации естествоиспытания, основанное на наблюдении природы и эксперименте. Сменилась постановка вопроса. Вместо «что сказали древние авторы», пытались выяснить, что есть на самом деле. Как видим, изменился не предмет изучения, а подход и, соответственно, методика. Новая методика завоевывала признание медленно и неравномерно. Еще в 1633 году Галилею пришлось отрекаться от того, что Земля вертится вокруг Солнца. Причем его противники базировались на том, что таких сведений в известной им литературе нет. В XVIII веке Лавуазье на заседании Французской академии наук объявил антинаучным сообщение о падении метеорита. Камни с неба падать не могут, потому что на небе нет камней. География только в XIX веке избавилась от легенд об амазонках, волосатых людях, гигантских спрутах, топящих корабли и прочей билетристики, которую читатели, находившиеся на обывательском уровне, воспринимали буквально. Труднее всего было историкам, которые не могли ни поставить эксперимент, ни повторить наблюдения. Но тут пришел на выручку монистический подход, который позволил провести критику источника как компаративную, так и внутреннюю. Благодаря многим кропотливым исследованиям были составлены кодексы бесспорных фактов с хронологическими привязками, а часть сомнительных сведений отвергнута. Это огромное богатство знаний может принести пользу лишь тогда, когда оно будет приложено к определенному объекту, будь то социальные общности, классы, или политические целостности, государства, или этносы, которые нас интересуют. В последнем случае сведения истории превращаются в информационный архив и служат целям этнологии наряду с другими сведениями – географическими, биологическими, биофизическими и биохимическими, что при наличии творческого синтеза дает возможность трактовать этнологию как естественную науку, построенную на достаточном количестве достоверных наблюдений, зафиксированных во время накопления первичного материала. А теперь вернемся к кардинальному тезису. Можно ли считать, что этнография, как описательная, так и теоретическая, вышла из поля зрения географии и всецело принадлежит сфере исторических наук? Нет и еще раз нет. Такая позиция, на наш взгляд, беспочвенно и деструктивна. Она ведет науку к оскудению, то есть упрощению за счет сокращения эрудиции научного сотрудника. Ему-то, конечно, легче, но его работа теряет перспективность и перестает представлять интерес для читателя. Боюсь, что упорное несогласие с поставленным здесь тезисом приведет к компрометации не только исторической методики, применяемой не для того, для чего она была разработана, но и самой науки этнографии, ибо для нее есть только один путь развития – превращение в этнологию, где наряду с собиранием и описанием материала идет интерпретация его под тем углом зрения, который продиктован постановкой проблемы. Экскурс в философию Здесь должно быть предельно кратким. Поскольку мы исходим из того, что этнос в своем становлении феномен природный, то основой его изучения может быть только философия естествознания, то есть диалектический материализм. Исторический материализм ставит своей целью раскрытие законов общественного развития, то есть относится, по выражению Маркса, к истории людей, а не истории природы, находящейся в телах людей. И хотя обе эти истории тесно переплетены и взаимосвязаны, научный анализ требует уточнения угла зрения, то есть аспекта. Привлекаемый нами исторический материал наш информационный архив не более. Для цели анализа это необходимо и достаточно. По данному поводу Маркс выразился четко. Сама история является действительной частью истории природы, становления природы человеком. Впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание. Это будет одна наука. Сноска Маркс Энгельс Сочинение Второе издание Том 42 Страница 124 Конец сноски Ныне мы стоим на пороге создания такой науки. Когда же речь пойдет о синтезе, то, соответственно, изменится подход к проблеме. Но, как известно, анализ предшествует синтезу и нет нужды забегать вперед. Скажем только, что и тогда основы научного материалистического естествознания останутся незыблемыми. Условившись о значении терминов и характере методики, перейдем к постановке проблемы. Человечество как вид гомо-сапиенс Принято говорить «человек и земля» или «человек и природа», хотя еще в средней школе объясняют, что это элементарный, примитивный антропоцентризм, унаследованный от раннего средневековья. Да, конечно, человек создал технику, чего не сделал ни динозавр мезозойской эры, ни ма-хайродус эры кайнозойской, однако при всех достижениях XX века каждый из нас несет внутри себя природу, которая составляет содержание жизни как индивидуальной, так и видовой. И никто из людей при прочих равных условиях не откажется от того, чтобы дышать и есть, избегать гибели и охранять свое потомство. Человек остался в пределах вида, в пределах биосферы, одной из оболочек планеты Земля. Человек совмещает присущие ему законы жизни со специфическими явлениями техники и культуры, которые, обогатив его, не лишили сопричастности к стихии его породившей. Человечество как биологическая форма это единый вид с огромным количеством вариаций, распространившейся в послеледниковую эпоху по всей поверхности земного шара. Густота распространения вида различна, но за исключением полярных льдов вся земля обиталище человека. И не следует думать, что где-нибудь есть девственные земли, куда не ступала нога человека. нынешние пустыни и дебри наполнены следами палеолитических стоянок. Леса амазонки растут на переотложенных почвах, некогда разрушенных земледелием древних обитателей. Даже на утесах Ант и Гималаев найдены следы непонятных нам сооружений. Иными словами, за период своего существования вид гомо сапиенс неоднократно и постоянно модифицировал свое распространение на поверхности земли. Он, подобно любому другому виду, стремился освоить возможно большее пространство с возможно большей плотностью населения. Сноска. Вернацкий избранные сочинения в шестом томе «Биосфера». Москва, Ленинград, 1960 год, страницы. 24-е, 31-е, конец сноски. Однако, что-то ему мешало и ограничивало его возможности. Что же? В отличие от большинства млекопитающих, гомо сапиенс нельзя назвать ни стадным, ни индивидуальным животным. Человек существует в коллективе, который в зависимости от угла зрения рассматривается то как социум, то как этнос. Вернее сказать, каждый человек является одновременно и членом общества, и представителем народности, но оба эти понятия несоизмеримы и лежат в разных плоскостях, как, например, длина и вес, или степень нагрева и электрический заряд. Социальное развитие человечества хорошо изучено, и его закономерности сформулированы историческим материализмом. Спонтанное развитие социальных форм через общественные экономические формации присуще только человеку, находящемуся в коллективе, и никак не связано с его биологической структурой. Этот вопрос настолько ясен, что нет смысла на нем останавливаться. Зато вопрос о народностях, которые мы будем именовать во избежание терминологической путаницы этносами, полон нелепостей и крайне запутан. Несомненно одно, вне этноса нет ни одного человека на земле. Каждый человек на вопрос «Кто ты?» ответит «Русский, француз, перс, масай» и так далее, не задумавшись ни на минуту. Следовательно, этническая принадлежность в сознании явление всеобщее, но это еще не все. Определение понятия этнос. Какое значение или главное, какой смысл вкладывает каждый человек из числа перечисленных в свой ответ? Что он называет своим народом, нацией, племенем и в чем он видит свое отличие от соседей? Вот нерешенная до сих пор проблема этнической диагностики. На бытовом уровне она не существует, подобно тому, как не требует определения различий между светом и тьмой, теплом и холодом, горьким и сладким. Иными словами, в качестве критерия выступает ощущение. Для обыденной жизни этого достаточно, но для понимания мало. Возникает потребность в определении, но тут начинается разнобой. Этнос – явление, определяемое общностью происхождения. Этнос – порождение культуры на базе общего языка. Этнос – группа людей, похожих друг на друга. Этнос – скопище людей, объединенное общим самосознанием. Этнос – условная классификация, обобщающая людей в зависимости от той или иной формации. Это означает, что категория этноса нереальна. Этнос – порождение природы. Этнос – социальная категория. Обобщая разнообразные в деталях взгляды советских ученых на соотношение природы и общественного человека, можно выделить три точки зрения. Первое. Единая география сводит всю деятельность человека к природным закономерностям. Сноска. Природа и общество – сборник статей под редакцией Герасимова и других. Москва. 1968-1969 годы. Анучин. Теоретические проблемы географии. Москва. 1972 год. Конец сноски. Вторая точка зрения. Некоторые историки и этнографы считают все феномены, связанные с человечеством, социальными, делая исключение лишь для анатомии и отчасти физиологии. Сноска. Токарев. Проблемы типов этнических общностей и вопросы философии 1964-й год номер второй. Агаев. Народность как социальная общность в вопросе философии 1965-й год номер второй. Козлов. О понятии этнической общности советская этнография 1967-й год номер второй. Чебоксаров. Проблемы типологии этнических общностей в трудах советских ученых советской этнографии 1967-й год номер четвертый. Андрианов. Проблемы формирования народности и нации в странах Африки. Вопросы истории 1967-й год номер девятый. Брук Чебоксаров. Чеснов. Проблемы этнического развития стран зарубежной Азии. Вопросы истории 1969-й год номер первый. Брумлей. Первое. К характеристике понятия этнос, расы и народы, современные этнические и расовые проблемы, ежегодник, ответственный редактор Григулевич, Москва, 1971-й год. Второе. Опыт типологизация этнических сущностей, советская этнография, 1972-й год, номер пятый. Третье. Этнос и этнография, Москва, 1973-й год. Козлов Покшишевский, этнография и география, советская этнография, 1973-й год, номер первый. Конец сноски. Третья точка зрения. В антропогенных процессах различаются проявления общественной и комплекса природных механическая, физическая, химическая и биологическая форм движения материи. Последняя концепция представляется автору единственно правильной. Особое место занимает точка зрения Артамонова, известного археолога и историка Хазар. По его мысли, родившиеся вследствие долгих занятий археологическими, то есть мертвыми культурами и памятниками лишенными саморазвития, но разрушающимися от течения времени, об этом было сказано ранее, этнос, как и класс, не социальная организация, а состояние, при этом зависимость человека от природы, тем меньше, чем выше его культурный уровень. Это прописная истина. Сноска. Артамонов. Опять герой и толпа. Природа. 1971 год. Номер второй страницы. 75-77. Конец сноски. Согласиться трудновато. Начнем с последнего тезиса. Организм человека входит в биосферу Земли и участвует в конверсии биоценоза. Никто не может доказать, что профессор дышит иначе, чем бушмен или размножается неполовым путем или нечувствителен к воздействию на кожу серной кислоты, что он может не есть или наоборот съедать обед на 40 человек или что на него иначе действует земное тяготение. А ведь это все зависимость от природы того самого организма, который действует и мыслит, приспособляется к изменяющейся среде и изменяет среду, приспосабливая ее к своим потребностям, объединяется в коллективы и в их составе создает государство. Мыслящая индивидуальность составляет единое целое с организмом и значит не выходит за пределы живой природы, которая является одной из оболочек планеты Земля. Но вместе с тем человек отличается от прочих животных тем, что изготовляет орудия, создавая качественно иную прослойку, техносферу. Произведения рук человека как из костного, так и из живого вещества, орудия, произведения искусства, домашние животные, культурные растения выпадают из цикла конверсии биоциноза. Они могут лишь либо сохраняться, либо, ежели не законсервированы, разрушаться. В последнем случае они возвращаются в лоно природы. Брошенный в поле меч, перержавев, превращается в окись железа. Разрушенный замок становится холмиком. Одичавшая собака делается диким зверем динго, а лошадь мустангом. Это смерть вещей техносферы и обратный захват природы похищенного у нее материала. История древних цивилизаций показывает, что природа, хотя и терпит урон от техники, но в конечном счете берет свое, разумеется, за исключением тех предметов, которые преображены настолько, что стали необратимы. Таковы кремневые орудия времен Палеолита, отшлифованные плиты в Баальбеке, бетонированные площадки и пластмассовые изделия. Это трупы, даже мумии, которые биосфера не в силах вернуть в свое лоно, но процессы костного вещества, химические и термические, могут вернуть их в первозданное состояние, в том случае, если нашу планету постигнет космическая катастрофа, а до тех пор они будут называться памятниками цивилизации, ибо и наша техника когда-нибудь станет памятником. Приняв предложенную колесником классификацию за основу, мы должны найти в ней место для феномена этноса. Забегая вперед, скажем, что этносы явления, лежащие на границе биосферы и социосферы, и имеющие весьма специальное назначение в строении биосферы Земли. Пусть это выглядит как декларация, но теперь читатель знает, ради чего написана эта книга, автор которой стремился не просто дать формулировку, а показать весь путь, которым она была достигнута. И основания, убеждающие в том, что она на сегодняшнем уровне науки отвечает всем требованиям, предъявляемым к научным гипотезам. После этого мы можем перейти к системе доказательств. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok